Мне нравится хоккей, потому что он жесткий. Спорт для мужчин. Я был в защите, но как только начал бороться и верить в себя, меня переставили в нападение. Одна игра и сразу же на центрального нападающего. Точные передачи, высокие скорости и виртуозные повороты. Многие из этих пермских мальчишек пришли в хоккей, даже не умея твердо стоять на коньках. Сейчас им всего по 8-9 лет, но за плечами уже десятки соревнований и наград. Меня папа перевел, и я думала, что это очень тяжело и очень трудно. Но потом, когда поиграл, мне очень сильно понравилось, и я начала играть. А это не тяжело и не трудно? Это тяжело и трудно, но зато очень круто. Тренировки у нас проходят иногда по-разному. Иногда с шайбами, иногда на катании. Мы очень сильно устаем, но надо терпеть до конца. Вас это мучает? Да. Сегодня у ребят миссия не менее ответственная, чем победа на соревнованиях. Своим показательным выступлением они должны сделать так, чтобы у маленьких березняковских мальчишек и девчонок загорелись глаза. И хоккей снова стал популярен в Березняках. Город Березняки, у него в принципе есть и хоккейные традиции, то есть просто это надо возрождать. Если родители тащат, так скажем, насильно ребенка, то, наверное, перспектив гораздо меньше. Но если ребенок сам отдает себе отчет в том, что он действительно хочет заниматься хоккеем, то у него есть все шансы. То есть главное – это дисциплина, слушать тренера. В хоккейную секцию набирают детей в возрасте от 4 до 7 лет включительно. Тренировки будут проходить ориентировочно 4 раза в неделю, 2 на льду и 2 на стадионе. Тренировать ребят будут опытные тренеры из пермского клуба «Молодц». У нас тренерский штаб свой. Главная задача – применить ту методику, которую я применил на ребятах, научить тренеров, молодых, которые будут здесь работать, следить за их работой, чтобы они работали по плану. Соответственно, в дальнейшем должны тоже показывать хорошие результаты команды. Трибуны заполнили десятки зрителей. Среди тех, кто решил отдать малыша в новую секцию – и Максим Лиханов. Сегодня с удовольствием вспоминает, как сам в детстве играл с друзьями в хоккей. Правда, вместо ледового дворца был залитый стадион, а вместо современного инвентаря – старенькие деревянные клюшки. Почему хоккей? Ну, ходили в секцию тэквондо, там, нам не понравилось. Ну, помещение такое, а тут все новенькое, я думаю, прекрасно будет ходить. Купили коньки, ходили несколько раз зимой вот сюда, на наш каток, пробовали, учились. Ну, только так, получается. Я думаю, здесь научат. Координация хорошая, он у детей. Это полезно. Отмечу, что занятие хоккеем – удовольствие недешевое. Каждый месяц с родителем придется выкладывать по 3,5 тысячи за тренировки. Плюс форма. Минимальный набор на первое время из шлема и коньков обойдется в среднем в 3,5 тысячи. А вот полный набор с клюшкой защиты и формой, по словам тренеров, влетит в копеечку. Будьте готовы оставить в магазине около 15 тысяч рублей. Несмотря на кусающиеся цены, желающих заняться хоккеем оказалось немало. В течение недели в спорткомитете сформируют список. Если группа из 30 человек наберется, первая тренировка состоится в ближайшие выходные. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками.